Азбука потребителя Урок 6. Ответственность за невозврат кредита В случае нарушения потребителям срока возврата основной суммы долга и процентов потребительского кредита, его неминуемо ожидает ответственность, предусмотренная договором. При нарушении условий договора в соответствии с законом банк может совершить следующие действия. Начислить ему стойку, увеличить проценты в определенных случаях, а также вправе выдвинуть требования о полном погашении кредита или обратиться в суд. Банк вправе потребовать от клиента досрочно вернуть оставшуюся сумму кредита вместе с процентами и расторгнуть договор потребительского кредита, если заемщикам допущены следующие нарушения сроков возврата кредита. По договору, заключенному на срок менее 60 календарных дней, просрочка возврата кредита должна быть более 10 календарных дней. Для договоров, заключенных на более продолжительный срок, просрочка возврата должна быть более чем 60 календарных дней. И в первом и во втором случае банку необходимо уведомить заемщика о своем намерении расторгнуть договор. Если речь идет о договоре кредитования, заключенном на срок до 60 календарных дней, то срок для возврата оставшейся суммы кредита должен быть не менее 10 дней со дня направления банком уведомления, в остальных случаях не менее 30 календарных дней. Кроме требования о расторжении договора, банк вправе также начислить неустойку за просрочку возврата кредита. Однако законом определено исключение. Так, если заемщик соблюдал сроки, указанные в последнем графике платежей в случае его изменения, то потребовать досрочный возврат оставшейся суммы кредита банк не может. Мерой ответственности потребителя за неисполнение обязательств по договору служит штраф или пеня. Одним словом, неустойка. Неустойка признается определенной законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. Неустойка начисляется как за нарушение сроков возврата сумм основного долга, так и уплаты процентов по договору потребительского кредита. Неустойка может быть начислена, начиная со следующего дня после даты платежа, по которому допущена просрочка по вине потребителя, и до момента оплаты задолженности по договору. Нужно помнить, что законом установлено право банка начислить неустойку даже в том случае, если потребитель допустил незначительное нарушение по сумме или дате платежа по договору. Другими словами, неустойка взыскивается с должника независимо от того, возникли у кредитора убытки из-за действия должника или нет. Неустойка взыскивается за сам факт нарушения обязательств. Кредитор при предъявлении им требования к должнику о взыскании неустойки не обязан доказывать причинение ему убытков. По закону неустойка может быть начислена двумя способами. Во-первых, если в период нарушения обязательств банк продолжает начислять проценты по кредиту, то размер неустойки не может превышать 20% годовых. Во-вторых, если в период нарушения обязательств банк не начисляет проценты по кредиту, то размер неустойки не может превышать 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств. Если суммы очередного платежа недостаточно для полного погашения обязательств заемщика по договору, то задолженность погашается в следующей очередности. В первую очередь задолженность по процентам. Затем задолженность по основному долгу. Далее неустойка по договору. Проценты начисленные за текущий период платежей. Сумма основного долга за текущий период. Иные платежи, предусмотренные кредитным договором. Установленный порядок погашения задолженности не может быть изменен банком в одностороннем порядке. Впрочем, не стоит опускать руки. В исключительных случаях с помощью суда вы можете уменьшить размер неустойки, если подлежащие уплате пении или штраф явно несоразмерны последствиям нарушения обязательств. В случае, если банк подает в суд иск о взыскании задолженности по договору и неустойке, то гражданин вправе подать заявление об уменьшении размера неустойки. Однако стоит обратить внимание на один правовой нюанс. Если подлежащая уплате неустойка перечислена должником добровольно, он не имеет правовых оснований требовать ее уменьшения. Вместе с тем, должник вправе доказывать, что перечисление неустойки не было добровольным, в частности, совершено под влиянием кредитора, злоупотребляющего своим доминирующим положением. Договор потребительского кредита может содержать условия о возможной уступке банкам прав требований третьим лицам. Сторонами договора уступки прав требований будут цедент и цессионарий. Цедент – это юридическое или физическое лицо, которое уступает право требованию. Цессионарий – организация или гражданин, которому на основании договора переходит право требования. При уступке требований банк вправе передавать персональные данные заемщика и лиц, предоставивших обеспечение по договору, другому лицу в соответствии с требованиями закона о персональных данных. В свою очередь, лицо, которому банк уступил требования по договору потребительского кредита, обязано хранить банковскую тайну заемщика или любую другую, охраняемую законом, будь то врачебная или тайна страхования, а также обеспечить сохранность персональных данных, конфиденциальность и безопасность указанной информации. К слову, заемщик должен быть проинформирован о том, что он может и не согласиться с внесением в договор такого права банка, как уступка прав требований по кредиту. После состоявшейся уступки прав, банк в течение 30 рабочих дней с даты привлечения иного лица обязан уведомить об этом должника с помощью заказного письма или путем вручения уведомления под расписку. В уведомлении обязательно должно быть указано контактная информация о банке и лице, действующем от его имени и в его интересах, сведения о договорах и об иных документах, являющихся основанием возникновения права требования к должнику, сведения о размере и структуре просроченной задолженности, сроках и порядке ее погашения, и реквизиты банковского счета, на которые могут быть зачислены денежные средства, направленные на погашение просроченной задолженности. Если потребитель не был уведомлен в письменной форме о состоявшемся переходе прав кредитора к другому лицу и при этом обязательство по договору было исполнено потребителем первоначальному кредитору, то такое обязательство считается исполненным надлежащим образом и не влечет неблагоприятных для должника последствий. В случае нарушения законных прав потребителя при переходе прав кредитора другому лицу, то договор уступки прав потребителя кредитных средств можно признать незаконным, обратившись с исковым заявлением в суд. Банк и лицо, действующее от его имени, обязаны отвечать на обращение должника, касающиеся просроченной задолженности и ее взыскания, не позднее 30 дней со дня получения. Звонить должнику можно не чаще одного раза в день, совершать не более двух телефонных звонков в неделю, более восьми раз в месяц. Время для данных звонков установлено с 8 утра до 10 вечера в будние дни и с 9 утра до 8 вечера в выходные и праздники. При каждом таком обращении кредитор или лицо, действующее от его лица, должно полностью представиться должнику. Неправомерным по закону является и передача данных должника банком или коллекторским агентством третьим лицам без письменного согласия. К должникам запрещается применять физическую силу, угрозы, портить их имущество и оказывать психологическое давление. Более того, должник вправе отказаться от взаимодействия с банком или лицом, действующим от его имени в его интересах. Письменное заявление с отказом может быть направлено не ранее, чем через 4 месяца с даты возникновения просрочки исполнения обязательства. Все правовые основы деятельности по возврату просроченной задолженности потребителей определены федеральным законом о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в федеральный закон о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях. Напоследок, пара золотых правил для потребителя. В случае возникновения обстоятельств, связанных с невозможностью своевременного возврата кредита, например, потеря работы, тяжелое заболевание или иные непредвиденные обстоятельства, необходимо обращаться в банк с письменным заявлением для рассмотрения вопроса по изменению условий кредитного договора. К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие возникновение этих обстоятельств. И не пытайтесь игнорировать возникшую задолженность по кредиту. Помните, что если вы пытались разрешить возникшую ситуацию по задолженности с банком, но вам было отказано, суд может уменьшить начисленную банком неустойку. Выход из любой ситуации всегда есть. Найти его вам поможет и вот этот сайт. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok